тратите в общем насчет этих долбанных антивирусов хотел бы я кое-что сказать и потому что но вот скачал я кюрит в свое время это была хорошая хорошая подспорья которая помогала удалить анти удалить вирусы 3 антивирусы конечно была другая программа универсально между прочим и просто проверить свое свою старую пекарню я теперь не могу что кюрит как бы было все все в смысле народное не побоюсь этого слова и теперь это этой возможности нет и теперь нужно зайдя на сайт доктор веба забить свои телеметрические данные чтобы они потом как-то на них делали рассылку либо торговали базами данных мы прекрасно знаем что база данных гуляют туда и сюда снают поэтому ничего удивительного там нет и скачал я под 21 марта до получается но это не будет работать и говорит что скачайте новую я должен каждый день качать доктор веб оставлять свои данные телеметрические чтобы они могли их продавать нет хуй жопа в свое время я вообще кстати честно сказать планировал свой антивирусник выпустить но это было достаточно давно я честно говоря уже не помню это было наверное то ли первый то ли второй курс я сейчас найду свои файлы проекта может быть удастся показать свои наработки там на самом деле наработок никаких нет вот и нет скорее всего не найду да ну в общем такая штука дрюка что я хотел действительно замутить свой антивир потому что существующие антивири меня не устраивали на самом деле у меня в большинстве времени не было на компе никакого антивируса что это что такое антивирус вообще в принципе это прога ненужная абсолютно которая занимает ваше процессорное время не только процессорное время еще и ваше время и ваш кошелек между прочим которая в принципе не сильно много то и умеет в четырнадцатом году я нашел тут свои сросняки я пилил даже кстати говоря ребята утилиты да против одного вируса данкой да и в принципе я далее не продвинулся нашел этот скрин свой короче да сейчас покажу утилитку небольшую вот она с решением нет переходов сейчас да я записываю все дело исключительно в состоянии не знаю как его назвать злупайзинга ну в общем вот так она выглядела это дело было написано конечно же за чет недель наверное а то и меньше вообще а то есть за два-три дня и эта штука мне помогала в шаражных компах на экспишках на 478 сокетах бороть эти вирусы там конечно была одна херня и она называлась данкой или дункой я не знаю как правильно честно но утилита названа была в честь этой хуйни и каждый из нас ребят на самом деле в своих мыслях понимает что на самом деле антивирус это полная брехня те люди особенно которые сетевые сетевые администраторы знают что толку от вирус антивируса да тащим то нет а теперь с меня две буквально истории которые произошли буквально опять же недавно первая история мы слышали на всех компах моей шараги была вирусня к сожалению будут технические заминки но это ничего страшного абсолютно мне нужно найти сейчас будет видео шарага такая шарага до секунда нашел мой третий курс 73 74 75 76 до и это не кончалось никогда в этой шараге я уверен даже сейчас если там стоит экспишка эта херня просто не удаляема оттуда потому что никому не надо вот прямо там до сих пор такая осталась я уверен в этом вот ещё одна истории вспомнил Тамара Павловна, привет ей, не знаю, она еще до сих пор преподает в 70-й школе города Ульяновска, она принесла мне ноут, ей сложились и в качестве взятки подарили, я так понял, что в качестве взятки, 1015 он стоил этот ноутбук, простой ноутбук обычный, где-то тоже, наверное, 12-13 год, И она просила, у меня что-то он тормозит, так я, сука, насканил там, не помню какой утилитой, но там было 12-13 тысяч экземпляров одного и того же вируса, по-моему, если вообще не 20 тысяч И этот человек преподавал информатику, этот человек преподавал основу алгоритмизации программирования и прочие-прочие сопутствующие, со-мержествующие, да, дисциплины А вы еще говорите, что советское образование, оно самое охуенное, нет, оно никуда от нынешнего, вообще отнюдь не ушло До сих пор там, что-то пишут в кибэйзике, еще что-то, да, нас заставляли дрочить HTML с нуля, а сейчас люди пользуются конструкторами сайтов Охренеть Ну, в общем, еще одна история На прошлой работе, сейчас я видео покажу Вот там я работал C6900, на этой работе Пролиант, микротики, вся херня И видеонаблюдение, между прочим, с регистраторами Он френас стоит Кубик такой Бесперебойник, временно, один резервный И под ним еще был на салазках Одноюнитовый, тоже еще один бесперебойник был Ебать как, сисадмин боялся, когда мы меняли там батарею Хотя это APC, там батарея меняется на раз, на два Даже если в рабочем состоянии он находится Ну, побал эту работу просто получил Вот и все Про работу есть у меня на канале Можете посмотреть недавнее видео О чем-то я А, о работе Ну вот, в общем Сисадмин ушел на отпуск, заслуженный в феврале Началась такая херня Закончилась на одной машине С Касперским ФСБерским Вы прекрасно знаете, что Касперский и ФСБ это одно и то же Закончилась лицуха И полезли вирусы на все машины, где стояла экспишка Либо это делали извне Из так называемой Вайлд зоны То есть Холодный склад Оттуда херачили Сетевым вирусом По всем машинам Те люди, которых я знал Чтобы меня выпить поскорее с работы А я там проводил 10-12 часов Пока ликвидировал это все дело Либо люди Из Засратого Город такой Где дубки были Опять же Вертаюсь к Видео Про работу Про которую я говорил Либо это сам Касперыч ФСБерыч Решил Нас так подколоть Ну конечно И И то И это Вполне вероятно 50 на 50 50 to 50 Что называется Как-то раз То ли Скачал я Аваст То ли что-то еще Я когда сидел на Висте Я сидел долгое время С вирусом Антивирусом Аваст Хотя Антивирус Это тот же вирус Но я надеюсь Шутку про это Вы слышали И Что получилось Он мне снес Все кляки Которые были В В архивах В архивах С какими-то играми И после этого Я дико Прихуел И Просто его Бросил И никогда не использовал Потому что Реально Антивирус Это тот же вирус Который с вас Тянет Не только Денежку Но и И ресурсы ваши Компудахторные Что еще рассказать Про работу Брякнул Про себя Брякнул Да Пару раз Я серьезно Попадал Когда Сидел без вирусов Ну опять же Все зависит от человека Если он ходит По левым сайтам И качает всякую дрянь А я хочу вам Порекомендовать Кстати сайт VirusTotal VirusTotal.com Цедила Там Подозрительный файл Который вы скачали Вместо того Чтобы Запустить Если он разрешение Точка Экзе Имеет Лучше скинуть туда И сканер вам покажет Ссылка будет в описании И пара раз Конечно Я натыкался На вирусню Был такое Был не очень приятно Хотя Когда я сидел Еще на висте И Тыкнул Точку восстановления Самую первую И когда у меня Снеслись все файлы Вот Я тогда Горел гораздо больше Чем от какой-то вирусни На самом деле Даже кстати По моему Про Винду Говорят так Что винда Это самый большой Самый злой Вообще Вирус В принципе Да Может быть Это отчасти И Имеет Право Быть Правдой И Эта вирусня Конечно Она Нигилируется Тем Что вы не ходите По левым сайтам Не оставляете Открытыми Порты Что самое главное Это все Сисадмины знают И Не были бы они Сисадминами Если бы Не знали Этого И самое главное С вирусами Это конечно же Прикрывать порты И Сканировать Флешки Вообще Я помню В шараге Хотел сделать Специальную штуку Дрюку Типа Если флешка Заражена Выделить отдельную машину И на ней Загружаясь Дистрибутива На основе Линукс Сканить флешку Ну конечно Как всегда Самый умный Я же самый умный На районе Да Мне надо Бить ебало Как говорят Гопники И поэтому Наверное Раз уж я Самый умный Мне нужно Отсюда уезжать Это если что Ну я такие параллели Делаю не просто так А потому что Мне не нравится То что происходит С умами Этих людей И оно к сожалению Не будет происходить Как я этого не хотел В общем для меня Антивирус Это тот же вирус Который тянет деньги И который Тянет ресурсы Вашего компа И вот еще одна история Напоследок Был у меня Поповский сын Одноклассник Я его так называл Денис Кашлыков Он Купил себе У них был Единственный комп Комп этот был Силерон Как сейчас помню Что-то гигагерцовый И там 108 мегабайт Оперативки было Это я сейчас скажу 2010 Да 2010 год И Батя его Поп Купил Антивирус Есет Кассет Ну я так называю Есет Кассет Но 32 И как-то в апреле Мне этот поповский Сын звонит И говорит Восстанови мне Экспиху Я говорю А что Зарабилось это А нету Экспихи Я прихожу Реально Удален кусок файла Черный экран Белые Белые буковки Невозможно запустить Винду Из-за такого-то Отсутствующего файла И При том что Там была Установлена Лицензионная Блять В копия Эсет Нот 32 Чехословацкого А Его Батя купил За полторы тысячи Сейчас Ну Сейчас дороже Конечно Тогда Перепутал Немножко За полторы тысячи В 2010 году Копию Лицензионного Антивируса И этот Лицензионный Антивирус Просто тупо Не справился Это о чем Говорит То что Может быть Сам Антивирусник Скачал И запузырил Вирус Да Такое Ребята Бывает Я с таким Тоже встречался Скачивал Буквально Там Две утилиты Себе на комп Не китайская Хуйня Там 360 Как она Называется Не помню Такое Со мной Было Было Удаленно Эта Утилита Говнявая Скачивала Вирусню И показывала Что она В вашем Компе Изловила Мега Злостную Хуйню Поэтому Антивирус Особенно Опять же Вертаюсь К моей Фразе Из предыдущего Видео Это все Замануха Те вещи Которые Рекламируются Буквально Что у вас Из жопы Я не знаю Листовки Не полезут Это реклама Говна Хорошие вещи В рекламе Не нуждаются Это И с машинами И с компами И с антивирусами И вообще Со всем Что вы Можете юзать И встречать Вообще В этом мире Что продается То и покупается То есть Без рекламы Вещи Мне кажется Достойные А с рекламой Которая лезет Из жопы Из ушей Из каждого утюга Это не вещи На самом деле Спасибо за внимание Особенно за Внимание